Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Головкин Фишер отпираться не стал. Показания давал охотно. Он сознался в зверском убийстве 11 мальчишек. Да, девушка близка к истине действительно в отношении описания преступника психологического портрета. Ребята тоже достаточно, скажем так, объемно обрисовала и фигуру Головкина, назвав его маньяком напрямую, причем четко обозначила, что исключительно мальчики были ему жертвами. Марта не только безошибочно описала внешность будущего Фишера, но даже интуитивно назвала имя. Ну как закрывается, вот закрывается, вот что-то вот так вот делает, вот типа не бейте меня, мама не бей меня. Сейчас подождите. Можно я с закрытыми глазами, хорошо? Да, пожалуйста. Потому что мне так, может, вам не комфортно, мне просто не комфортно. Нет, у меня абсолютно нормальный. Извините, вот слышу так, Сережа что-то, извините, у нас на камеру падла, ну, в общем, короче, ругань. Ну, это уже какая-то грубая мужская речь идет. Как показывает подростка, так 12-13 лет, в углу стоит, вот как в школе, как вот такие вот, типа зеленые панели, и вот, ну, как он не забитый, но какой-то такой вот, он как закомплексованный. Не зашуганный. Лицо такое, какое-то опрещавое такое лицо. Ну, еще детали пошли такие, о которых я на камеру не хочу говорить. Ну, говорите, нам все интересно. Знаете, так вот за мамой подглядывает, подглядывает за мамой, вот как бы, как она там раздевается, вот такое вот, что-то такое. И, извините за жилье, мастурбирует. Я вижу, как его вот, его, вот его бьют. Кто? Куча, вот пацанов бьют, знаете, как вот в школе бьют, вот, да? Его прямо вот так вот бьют, 5 или 6. А дальше-то что происходило с мальчиком? Сейчас. Профессия. Так, высшее образование у него, кстати. Вышка, высшее образование. Что-то связано либо чуть не соперерабатывающее, либо что-то, ну, что-то вот так вот как, ну, что-то связано вот с животноводством или вот что-то. Сергей Головкин стал зоотехником-селекционером. Работал настолько хорошо, что награжден медалью ВДНХ. Коллеги отзывались о нем, как о скромном, порядочном человеке. Особенно его любила детвора. Дядя Сережа был свой. С ним можно было и покурить, и секретом поделиться. Я вижу, как он вот с животными, вот он животных, где-то вот он с животными находится, вот он животных, но это не ветеринарный врач. Он животных трогает, он восхищается, и он от животных восхищается, людей он ненавидит. И причем, причем он, у него злоба, он ненавидит вот людей, кстати, вот ненавидит парней, парней, вот у него такое вот, и вот такое чувство, как вот что-то отрезать, вырезать, что-то вот, 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 ну, желание. Ну, то есть садистские наклонности. Причем он реализовывал не на таких мужчинах, как он, по возрасту, парнях, а это было, в общем, что-то вот связано с педофилией. Еще так вот, мне сейчас вот, сейчас вот, да, идет информация, серия, скорее всего, если связать, серийные, серийные были преступления. Причем, сейчас, знаете, что у меня, когда, вот, я его взяла, да, вот, как бы, вот, фото, да, значит, у меня пошла информация Чикатило. Вот что-то связывается, скорее всего, ну, если вот так все это объявить, скорее всего, это серийный убийца, маньяк, как ему, маньяк Чикатило. Вот, речевое впечатление оставила Марта, отсекла, как вообще, не, так сказать, не принадлежащую истории никакой рубашку Владимира Цехая. В отношении Головкина Сергея даже ее назвала, но как-то не заострила на это никакого внимания, видимо, среди ее многочисленных там подпоточных образов она, произнеся имя, сама не обратила на это внимания. Ну, да, в общем и целом она угадала его наклонности, его мотивы, корни, так сказать, совершенных им преступлений. То есть, действительно, все это из детства, как бы, то есть, достаточно подробно. Только трем экстрасенсам удалось справиться с обеими частями задания. Рассказать о человеке с фотографией и о владельце рубашки, и установить между ними четкую связь. Владимир, Злата, Юлиана получают максимальный балл. Марта подробно описала маньяка, но ничего не рассказала о следователе Владимире Цехае. Сергей и Екатерина увидели картину в целом, без деталей. Далее в программе. Операция великого комбинатора Остапа Бендера закончилась полным провалом. А как бы повернулось дело, если бы товарищ Бендер обладал экстрасенсорными способностями? Проведем эксперимент. Найдут ли участники тот самый 12-й стул? 12 стульев. Так, а мне быть в руле кого? Остапа Бендера или Кисова? А это выбирать вам. А может тебе еще ключ от квартиры, где деньги лежат? Это фраза, как вы узнали, Остапа Бендера. Несбывшаяся мечта любого авантюриста. Ну, конечно, кто бы не хотел разбогатеть буквально за минуту. Ключи от квартиры, конечно же, нашим экстрасенсам мы давать не будем. А вот покопаться в 12 стульях в поисках сокровищ им придется. Тем, кто немного подзабыл роман Ильфа и Петрова, напомним, что великий комбинатор Остап Бендер долго и безуспешно охотился за сокровищами тещи Кисы Воробьянинова. Три нитки шлемчика, хорошо помню. Диапа 40 бусин, одна большая, 110, бриллиантовый кулон. Клавдия надевала, что 4 тысячи стоит. Почтенная дама зашила фамильные драгоценности под обивку стула. И все бы ничего, только таких стульчиков у нее была целая дюжина. И все их революция раскидала в огромной стране. У нас не 12 стульев, а 4. Экстрасенсам придется легче, чем опытным эфиристам Остапу и Кисе. Ведь стульчиков только 4, и собраны они в одном месте. Правда, права на ошибку участников испытания нет. Так же, как и времени на размышления. Им предстоит сразу найти стул-шкатулку. Да не пустой, а тот, куда положит клад героине испытания Вероника. Вероника, 21 год. Работает на телевидении. Гример. Увлекается пластическим гримом. Есть уже первые успехи. Любит музыку и светские тусовки. Профессионально занимается танцами. Выступает в шоу-балете «Малина». Экстрасенсам предстоит не только определить нужный стул, но и описать предмет, скрытый под обивкой. У каждого свое представление о сокровищах. Золото, серебро, драгоценные камни или обычные деньги. А может быть и вовсе любовное послание? Кто знает. И первой на поиски таинственных сокровищ отправляется Екатерина. Я аккуратно. Какие-нибудь появились у вас ощущения? Вот эти два меня интересуют. Что ж там такое-то? А руки брать нельзя, да? Руки брать нельзя. А просто так? А прикасаться можно. А тут всюду холод идет. Холод означает, что там ничего нет? Ничего нет. Вообще сложное задание, честно. Люди, конечно, открыты. С задания становятся все сложнее и сложнее. Здесь холод идет. Вот здесь как будто кто-то клал или хотел что-то такое. Происходило с этим стульчиком. А вот этот прям тянет. Тянет? Что вы чувствуете? Сейчас посмотрим. В одном из стульчиков находится сокровище. Вот мне интересно. А вот денежка вышла, да. Денежка? Да, денежка вышла. Вышла денежка. Давайте попробуем открыть этот стульчик. Давайте попробуем. Какая красивая стульчика. И там действительно находятся сокровища. И это браслеты. Вы можете взять их в руки. И если есть какая-то информация о их владельце или владелице, рассказать нам. В общем, это здесь женщина, потому что слабая энергетика. Идет один человек у меня выходит. Почему-то один. Что эти два браслета принадлежат одному человеку? Угу. А что вы можете о нем рассказать? Что он очень себя критикует за что-то. Критикует почему-то. Какое-то решение было у него прямо так. И решил что-то. А вы можете рассказать, откуда у этого человека появились эти вещи? Это подарок. Эти браслеты подарок на день рождения. Один браслет подарок мамы. Второй тоже подарок мамы. Это тоже какой-то праздник был. Возможно, даже тоже день рождения. Подарок. По любви. То есть связано с чувствами. Любовь бывает разная. Бывает родительская. Бывает любовь между мужчиной и женщиной. Это именно между мужчиной и женщиной. Деньги. Это вообще притягивающая энергетика. И у меня не было ни холода, ни тепла. А вот именно меня притянуло. То есть как-то вот притянуло и все. Браво, Катя! Остап Бендер вряд ли бы отказался от такого компаньона. Посмотрим, как пройдут испытания остальные участники. Белее. Продолжение следует... Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует...